Разрешите мне также вручить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В Балаковском районе появился еще один бассейн, причем построен он не в городе. Меньше чем за год на территории Балаковского филиала АО «Апатит» появился новый спортивный объект с современным плавательным бассейном, который соединен теплым переходом с возведенным ранее физкультурно-оздоровительным комплексом. Социально ответственный бизнес всегда и все доводит до конца. В прошлом году ФосАгро построили ФОК, сегодня дарит Балаковцам бассейн. И за это моя личная благодарность руководству предприятия. Размер чаши бассейна 12,5 на 25 метров. Заплывы можно совершать по пяти дорожкам. У него есть такая особенность, что в отличие от всех городских бассейнов, он питается не водопроводной водой, а водой речной с Волги. Поэтому установлены дополнительные фильтры, то есть дополнительная чистка. Первыми в новом бассейне поплавали девочки из секции синхронного плавания, а также воспитанники автономной некоммерческой организации «Дрост» – «Детям России. Образование, здоровье и духовность». Раздевалка отличная, хорошо, что это ключики электронные. Бассейн сам хороший, вода тоже легкая. Для учебно-тренировочного процесса бассейн идеальный. Раздевалки, душевые практически выходят, и сразу дети оказываются на чаше бассейна. Чаша просторная, воздушная, как говорится, поэтому тут все идеально. Заниматься плаванием в новом бассейне смогут не только работники предприятия, но и жители Балаковского района, причем совершенно бесплатно. Такой же принцип доступности уже действует в физкультурно-оздоровительном комплексе. И тренироваться сюда приезжают не только спортсмены-любители, но и воспитанники различных секций из Балакова, поскольку это современное сооружение с полноценным большим залом для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, тренажерным и фитнес-залами. Каждое воскресенье ездим сюда поиграть в футбол, и здесь очень отличный тренажерный зал, в который нас спускают, и мы можем здесь потренироваться и поднять свой физический тонус. Во многих городах России люди по полтора-два часа добираются до места занятий, поэтому здесь, я думаю, что нет никакой проблемы. Мы вот ехали буквально 20 минут и мы здесь. То есть это не расстояние для спортсмена, если он желает заниматься. Генеральный директор компании «Фусагра» Андрей Гурьев отметил, что многочисленные социальные проекты предприятия на территории Балаковского района ориентированы не только на работников завода, но и на всех жителей, особенно на детей. И лучшим подтверждением этому стало открытие в новом ФОКе – новогоднего турнира подзюдо на призы компании «Фусагра» в рамках всероссийского проекта «Дрост детям России. Образование, здоровье и духовность». Я хотел бы поздравить вас всех. Во-первых, с тем, что вы занимаетесь таким прекрасным видом спортом, дзюдо. Сам занимался 9 лет дзюдо, сам. Поэтому прекрасно понимаю, что происходит с вами здесь сейчас на этих соревнованиях, как вы нервничаете, как переживаете. Новогодний турнир уже стал традиционным из разряда тех, что дают возможность юным спортсменам испытать свои силы. Конечно, новичков не ставили. Звезд, наверное, явных тоже таких нет. В принципе, уровень не начинающий, но ребята здесь поучаствуют, получат явный опыт, потому что некоторые соперники более упорные, некоторые более опытные. В любом случае, польза будет для всех. И в этот раз на татами вышли борцы не только из Блакова, но и из соседних районов Саратовской области. Всего около 200 юных спортсменов. Хотя участников заявилось гораздо больше, поскольку на соревнования были приглашены дзюдоисты из нескольких регионов. Все по Волжи, Ульянск, дальше Волгоград. Они из-за погодных условий их не упустили. А так должны были под 300 участников быть. Неожиданным сюрпризом стало появление на сцене известного спортсмена, актера, общественного деятеля. Чемпиона мира по смешанным боевым искусствам, призёром многих спортивных турниров Олега Токтарова, который тоже занимался в своё время и самбо, и дзюдо. Приятно здесь находиться, потому что я сейчас смотрю, вам это непонятно, но я вижу, что у ребят хорошая техника. То есть уровень ребят очень высокий. Похоже, там был япон. Приз как раз за лучший бросок объявили только недавно. Исполнитель того самого броска, который и удостоился вышеназванного приза, былаковец Никита Серебряков. Занимается дзюдо уже пять лет и уверен, что этот вид спорта очень популярен. В каждой школе, в каждом классе есть какой-нибудь человек, который когда-либо занимался или за сейчас занимается дзюдо. Мне этот вид спорта очень нравится. Я успеваю совмещать и учёбу, и спорт. И вот сейчас у меня наконец-то появляются какие-то хорошие результаты. Я занял первое место в категории 73 килограмма. И мне дали приз за лучший бросок. Каждому участнику турнира были вручены новогодние подарки. Ну а ребятам, которые взошли на пьедестал почёта, ценный призы от компании Фосагра.